ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПОДПИШИТЕ ПОДПИШИТЕ на посту, либо президент, либо госсовет, либо кого он там захочет себе. То есть вы считаете, что все направлено только на то, чтобы президент оставался у власти как можно дольше? Единственная цель в этом. Вы знаете, я погрузил в эту проблему за последние полтора месяца, мы проводили фокус-группу. Фокус-группу с людьми, которые не относятся к нашим сторонникам. Это не оппозиционеры, это люди, которые занимаются на госслужбе, работают, работают такой средний класс. И вот что интересно они сказали. Они говорят, мы в принципе, говорит, ну вот, Владимир первый путь относится хорошо. У нас смущательность к моменту. Первое, что как бы хорошо к нему относился, но последние 20 лет это много. Мы хотим, чтобы что-то уже хорошо мы пожили при нем, наши дети, наши внуки жили при другом человеке. А второй момент, который смущает, это пакетность, о том, что нам не дают выбирать, это какой-то набор, который просто говорит «да». А третий очень важный момент, это говорит, вот, очень хорошая аналогия, когда подписываете в банке договор, там вам говорят, ну, ну, быстрее подписывайте, быстрее, 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 быстрее». А мелким шрифтом вписывают, там, как будто капкабальные условия. Вот это очень похоже, говорит, то же самое. Нам говорят, ну вот, за два месяца быстренько проголосуйся, сходи, все решено. Вот ощущение, что такое же жульничество, мошенничество, они не верят. Даже те люди, которые лично доверяют Владимиру Путину, говорят, вот здесь какой-то обман есть. Вот это мнение людей, которых не отнести к моим сторонникам. 27 июля 2015 года вас поместили под стражу в городе Кострома по обвинению в правомерном доступе к закрытой информационной базе полицейского участка и подстрекательстве сотрудника полиции к превышению должностных полномочий. На слух это обвинение звучит крайне устрашающе. Что же произошло действительно в тот момент в городе Кострома? Как вы правильно сказали, в 2015 году происходило дело. Я был руководителем штаба, штаба политической партии Парнас, мы собирали подписи. Если вы знаете процесс сбора подписей, то это, соответственно, вы получаете от людей согласие на то, что список партии выдвигается, они оставляют свои паспортные данные, фамилия, имя, отчество и подписи, соответственно, дальше, чтобы вы получаете листы. Я, кончайник штаба, по-моему, собрать надо было, по-моему, 4 тысячи 100 подписей, или, может, 5 тысяч, ну, вот такую сумму для города Кострома это приличное количество, потому что это много, да, там. Соответственно, мы приходили в листы, и мы, естественно, находились в таком большом противооборствовании, засылали каких-то странных людей, которые нам просят странные подписи, и вот механизм, который у вас есть, это ваши глаза. И вы можете, предположим, положить листы, смотреть так, ага, вот здесь подпись похожа, ручка похожа, ну, поддельно окей. Но если визуально вы не можете определить, визуально можете браковать там половину, то понять, например, какие данные там указаны, у вас нет такой возможности. У нас нет какой-то системы по проверке подпись. У нас есть у ГУМВД, да, есть у каких-то, предположим, провластных кандидатов, потому что с Гурдумой люди нарисовали все подписи, да, и дальше сдали их. У независимых кандидатов в оппозиции такого нет. К нам сюда пришел сторонник, который познакомил нас, соответственно, с вот этим полицейским, который предложил, как бы, свою помощь. И, соответственно, с ним мы проверяли эти данные. Не переписывали данные, не пытались каким-то образом скачать эту базу и под ней заполнить листы. Мы проверяли то, что мы собрали. Это была моя задача менять, как начальника штаба, проверить эти материалы. В момент, когда я проверял эти подписи, я был задержан, соответственно, да, это показывали по всем там телеканалам, что вот. Но я, как руководитель компании, отвечал за результат. Мне важно было, чтобы то, что мы сдаем, да, это было, соответственно, грубо говоря, честно и справедливо. То есть вы два месяца были под арестом, в СИЗО находились в городе Костромы. А вот про сотрудника полиции, который там превысил должностные полномочия, что-то... Слушайте, ну, что делать, как бы, это человек, который также проходил по одному уголовному делу, соответственно, ну, он пострадал, он тоже находился под арестом. Какие-то он вроде дал показания, потом от чего-то отказался, там есть такая информация. Ну, действительно, наверное, не очень корректно говорить за других людей, да. Мне кажется, что он в своей, конечно, поведении выбрал не самую правильную стратегию, да, то есть каким-то образом мы давили, давили через сотрудников, давили на его семью. Вот, как бы, любезно, любой человек под давлением прессы, особенно если мы публичный человек, не пресса, а, скажем так, силового давления, он может по-разному себя вести. Но в любом случае он, как бы, достойный человек, он прошел этот путь, как бы, мы с ним списывались уже после того, как он вышел из тюрьмы, вот, он сейчас... То есть вы осудили? Его осудили, да. И сколько дали? Мы дали 3,5 года, по-моему, он вышел раньше по поводу. А вот этот полицейский, вы как-то с ним поддерживаете отношения, которые вот вместе с вами в Костроме попали? Мы переписывались, соответственно, с ним, да, и мы находимся на связи, но, по сожалению, я в Костроме, я больше не появляюсь, как бы, да, с тех пор... Как-то не пошел в правозащиту, скажем так? Что интересно, я замечаю, что, по крайней мере, по его там, социальной записи в социальных сетях, он стал явно более оппозиционным. Мне кажется, он увидел, что когда, там, те же сотрудники полиции, которые, вроде как, должны быть с ним, там, ну, в, как это называется, ну, быть, как-то, солидарность проявляете, они вот тут ворачиваются, да, там, те, кто с ним работал, а те ребята, которые, казалось бы, там, для многих силовиков являются странными маргиналами, там, с плакатиками, они выступают и в его поддержку. Вот это, мне кажется, людей очень, когда они видят поддержку, очень не реагирует. Вы сейчас состоите в какой-либо партии? Партии нет, я беспартийный человек. Я являюсь членом «Объекта Россия» организации, а партия именно не состоит. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. На прошлой неделе возникла такая определенная конфликтная ситуация. Журналисты «Медузы» фактически обвинили в своей статье фигурантов дела сети возможной причастности к убийствам. Как-то очень все непонятно, как будто какой-то раздрай произошел в среде оппозиционных интернет-ресурсов. И что об этом думаете? Я прочелкаю статью эту. У меня возникло, я не расследователь, я не журналист, я в данном случае выступаю, наверное, как частное лицо, которое прочел эту статью. У меня возникло несколько важных таких моментов, которые я не понимаю для себя. Предполагая всю репрессивность машины, которая работала по делу сети, пытки, которые, с моей точки зрения, безусловно были, вот это все давление, которое было, тяжесть статей, для меня непонятно, почему, если такое обвинение было, и о нем знало какое-то количество людей, почему, например, те же самые ФСБшники, когда занимались пытками, просто не утяжелили статьи. То есть намного проще было предъявить эту статью, выбить пытками показания, и после этого вопрос общественной поддержки бы снялся. Это очень странно для меня. Поэтому вот это вызывает у меня сомнения. Второй фактор, да, это, конечно же, время появления статьи, да, сейчас мы видим, что на общественное мнение там, да, выступает очень много коллективов, которые там, гражданских, профессиональных, которые выступают в поддержку ребят. Это, мне кажется, перевешивая сейчас чашу, особенно перед апелляцией, да, на общественное давление, что надо отпускать. И в этот момент вбрасывает такой материал. Ну и третий фактор, конечно, как бы, это уже, наверное, вам более близко будет, как журналистская проверка фактов, да, сейчас уже приходит информация, что источник, который там говорил об этом, это один из там людей, имеющий личный конфликт с подсудимыми. Там три человека упоминаются. Ну, как-нибудь про одного говорит личный конфликт, а про второго говорит, что человек, что-то, что-то имеет некие такие трудности с здоровьем психическим. То есть вот то, что вот это меня вот смутило сейчас, да, но самое главное для меня, да, если этот факт был, вот представляете себе, да, мы видим, я верю в то, что я веду правду, про пытки, про ток, все остальное. Так допытайте, и там будет конкретное, тогда уж, это серьезное обвинение, да, и там будет конкретное тело, и тогда уж вопрос с ним. Но тут я с вами не соглашусь в плане того, что допытайте, и им и так дали, достаточно мало, и по большому счету у нас за убийство-то не так много дают. Так вот, если сравнить за какие-то там мошеннические действия и сравнить, ну, среднюю статистику по убийствам, там, по неосторожности или что-то еще, по убийствам меньше дают, чем за мошенничество. Есть такая статистика. Я говорю про то, что мы говорим, это же публичный процесс, да, и с моей точки зрения никакой там террористической группировки экстремистской там не было, да, как террористическая группировка. Соответственно, и вот это некая там субъективная оценка следствия, да, к которой общество не согласно. Если бы следствие хотело, ну, как, дискредитировать общество в глазах, группу в глазах людей, да, одно дело, когда это идеалисты, ребята, которые хотят, предположим, какие-то изменения в стране, там, да, и могут какие-то там громкие вещи говорить, которые не всегда связаны, может быть, с, там, перескопой грани закона. И другое дело, когда этим ребятам привешивают труп, вот это другое, да, уже в этом случае для многих людей из общества скажут, ну, ребят, как бы, да, вы можете ошибаться, можете заблуждаться, но вот это все, это грань, да, это кровь. А с точки зрения логики поведения Медузы, то есть, как, когда в общем ряду всегда находилась, по крайней мере, со всеми, да, когда что-то по пыткам там происходило, как бы протестным каким-то движением, хоп, вдруг она выбилась, все их ругают. Теперь этот вопрос, это вопрос, конечно же, к ним, да, и почему материал вышел, почему материал вышел, как бы, как говорят другие коллеги, все-таки не до конца проверенным, да, потому что все-таки источники там, ну, достаточно сложные, да, ну, не сложные, а вызывающие, не вызывающие полного такого, полного доверия. Это, конечно, вопрос к ним, и вы, думаю, видели, как быть, как дискуссия сети, сети, ну, открылась после этого. Я надеюсь, что, в общем-то, мы найдем, мы увидим, какой-то закидом или с той или с другой стороны доказательства, правда, доказательство в одну или другую сторону, ну, и, что важно, адвокаты, по-моему, на днях выступили, тоже сказали, что мы не считаем это все-таки, как, мы считаем, что все это заявление провокации. Ну, то есть, в принципе, даже таких историй в последнее время, как у сети много, там есть новое величие, есть из Бутахрир, еще там несколько таких громких историй, фактически правоохранители обвиняют участников этих групп в том, что они что-то намеревались делать, да, я так понимаю, а не сделали, не довели, как бы, до логического завершения там. Сейчас создан огромный репрессивный механизм, да, это в том числе, как бы, там, ФСБ, МВД, в каждом есть свои, там, ГУ, отделы, там, МВД, это Центр Э, там, ФСБ, это отдел по посвящению конституционного строя, и это огромный аппарат, огромные штаты людей, которые над чем-то заниматься. Последние, там, полтора года или два года все эти чудесные оперативники сели ВКонтакте, искали картинки. Ну, вот, как бы, серьезная опера, ну, не знаю, к чему, как бы, я химически отношусь к специалисту, я считаю, что, все-таки, да, там, эти оперативники, не знаю, зачем они нужны, то есть, это политический сыск такой. Но их надо чем-то, чем-то занимать, и им надо как-то отчитываться. Я думаю, во многом дело сети, оно дело случайных людей, да, то есть, просто взяли случайных людей, и на их месте мукаться любой другой, и они их слепили вот в эту вот группу. Новый величий паренетарь, история, да, то есть, когда из них слепили, вот, якобы, какую-то группировку, которую ты хотела, вот, собрать того же самого нового величия, например, да, когда мы говорим там про просто разработку полицейскую, да, провокатора, который заходил к ним, вот, Магноис, сидел с ними, то есть, мы говорим четко совершенно, когда полицейские сами создавали группу, и чтобы потом, видимо, получить дырочки под погоны, получить себе какие-то новые награды. Я даже знаю, как вам скажут, вот, на то, что вы говорите, что ответят полицейские. Они скажут, мы проводили профилактическую работу и выявили преступление, которое намечалось. Есть грань между профилактической работой и провокацией. Вот, в дело Голунова, наверное, они тоже сначала думали, что про профилактическую работу, а потом, как бы, все поехали подвести в 8-й статье. Это вопрос, как гражданский общество ответит на это, да, и вот этот человек, который организовал эту профилактическую работу, должен понимать, что если сейчас общественное мнение все-таки сможет переломить ситуацию, и будет понятно, что здесь есть конкретная полицейская история, не обернется ли вся эта история против него, потому что будет момент, что решение о, там, провокации, о создании этой группы принималось на уровне, не знаю, местного районного отдела, там, да, или городского отдела. А когда сверху поймут, в АП или где-то еще поймут, что это слишком большая проблема, и которая создает перед выбором нестабильность, а давайте покажем, что мы на самом деле можем по-другому, вот все эти люди, которые придумывали, у них есть высокая вероятность, так же, как вот сотрудник отдела, по-моему, Димитров, который последние показания давал, да, там, подбросил наркотиков. Придется вот такие же показания. Вот, это зависит от нас, потому что вот надо сделать так, чтобы неприятие пыток было на любом уровне, от гражданского общества до последнего опера. И, конечно же, вопрос ответственности людей. Вы сейчас являетесь активистом «Открытой России», то есть в вашей должности в организации? Я директор организации. Чем занимается и как построена работа в «Открытой России»? Ключевая наша цель, да, то, что мы хотим сделать. Хотим сделать так, чтобы в стране появилось большое количество людей, которые заинтересованы в развитии страны, да, людей, которые через свои проекты, через свои идеи хотят быть политиками, хотят заниматься, как бы, политикой в стране. Вот наша цель – поддержать этих людей. Не важно, где они живут, в Москве, в Перми, в Новосибирске, в Калининграде. Не так важно, чем они занимаются. Они могут заниматься экологией, могут заниматься борьбой борьбой с коррупцией, могут заниматься, предположим, не знаю, там, бороться в своем конкретном микрорайоне с полотенцей застройкой. Нас категорически в стране не хватает политиков. Но вы хотите такую альтернативную точку зрения, как во времена, там, например, Ельцина, чтобы была? Ну, мы хотим сделать так, чтобы, знаете, не пытаться подвести меня под разговор о том, что мы хотим вернуть в 90-е, а мы хотим сделать так, чтобы Россия была хотя бы в 2000-200-х годах, а не в нулевых, в которых мы сейчас находимся. Мы хотим сделать так, чтобы в стране было большое количество молодых, ярких политических деятелей, которые высказывали разные, пускай мы уже, наверное, не близки, но с вами политические зрения. Конечно же, мы там не поддерживаем радикальные моменты, как каждый человек считает, не знаю, Сталин эффективным менеджером, или там, предположу, что там Гитлер – это нормальный политик, он, конечно, нам не по пути с ним, да. Вот самая главная наша цель, да, и построение такой нормальной парламентской республики, где там парламент, парламент – это место для дискуссии, место принятия решений, и именно там определяется судьба страны. У нас сейчас есть политическая цензура? Конечно. А жесткая такая вот, если сравнить, например, с Соединенными Штатами Америки? Ну, у нас она жестче, с моей точки зрения, да, безусловно, она есть и там, и там, практически в любой политической модели она есть, да, но у нас отсутствует вообще возможность, да, вот мы с вами говорили в начале дискуссии про образовательный лифт, у нас отсутствуют политические лифты. Вот были в том году у нас московские протесты, сотрудники «Открытой России» оказывали какую-то юридическую или иную помощь тем людям, которые принимали в них участие? Слушайте, безусловно, у нас есть правозащитская Россия, да, и тем людям, которые обращались, да, кого задерживали на месте, кого избивали, безусловно, наши юристы показывали поддержку им, мы помогали им судиться, и этот процесс, конечно, был. Кого именно вы защищали, ваши юристы? Из ребят, как там было, слушайте, ну, например, там, да, это не всем протесты, но про Сергея Бадамшина, адвокат Гуванова, да, например. Я сейчас просто, наверное, фамилии вам не назову сходу, но достаточно много людей, кто... Есть отдельно еще гражданская правозащита, да, там, где мы работаем с правозащитниками, мы помогаем людям под мистеративным арестом, да, то есть обжаловать, писать жалобы. То есть, когда там на пикетах на каких-то, да, одиночных, вот вся вот эта ситуация. Вот эта история, да, мы к вам обращаются, и мы помогаем им обжаловать, где-то иногда у нас есть возможность присылаем правозащитника в суд, либо дистанционно высылаем документы, которые оформляют. Надо расширять стат юристов, увеличивать. Слушайте, ну, это вопрос финансовый всегда, да, то есть, как бы, нет какого-то безлимитного истории финансирования, есть какие деньги, которые у нас есть, естественно, которые мы собираем, да, и это вот такая работа, которая есть. Мы сейчас хотим переключиться в большей степени гражданской правозащитой. Ну, возможно, и в каких-то там протестах по поводу каких-то мусорных свалок, да, по экологическим вопросам. Казань, то, что, как бы, в общем-то, сейчас на слуху. Красноярск. Красноярск, там мы, ну, не в этом не работали, как бы, да, но... Но на слуху такой. Да, уже, да, мне кажется, что, я, честно говоря, даже где-то там, при всем, как на слуху, я смотрю, что-то так раскручивается, что там уже, там, по-моему, шнуров, дуть, уже пивоваров поехал туда. И это прям очень интересный. Другой пивовар, да. Тоже интересно поехал в КНС, конечно, вот, но здорово, что такая вот медийная эффекта туда приходит. И, на самом деле, такой, мне кажется, момент, как бы, тоже говорит о том, что вот неработающих лифтов, неработающие власти, если, чтобы решить проблему экологического города, вы обращаетесь не к мэру города, не губернатору края. Вы пишете Шнурову в Инстаграм, это позор, это вообще, мне кажется, что с темой неработы, получается, люди не власть, а категорически отделены от тебя. То есть, получается, местного мэра просто можно вот так снимать, губернатора снимать, потому что он не работает, не способен представить интересы людей. Вот именно такой ситуации мы боремся. Главу ростовского отделения «Открытая Россия» Анастасию Шевченко задержали и привлекли к уголовной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации по статье 284 Прим. 1 УК. Что действительно ей хотят именить силовики? Ну, так и есть, она совсем находится под арестом, уже больше, по-моему, под домашним арестом, ну, по-моему, больше года, получается. Что ей вменяют? Два эпизода. Первое – это дебаты, на которых она с единороссом обсуждала, по-моему, бездорожье. Я не буду тематикой, но просто были дебаты в баре. А второе – она участвовала в конференции и выступала. То есть, вот такие преступления, с точки зрения, грубо говоря, закона, у нас являются правонарушением. Ей заформили два протокола по административке, после чего ворвались к ней в дом и провели обыск, ее взяли под домашний арест и год у нас сидит. Это, безусловно, просто политическое давление. Про Шевченко там вообще жуткая ситуация. Там все знают, что случилась личная трагедия. И те факты, которые скрываются нам в материалах дела, они просто противны. То есть, силовики, пользуясь вот этим вот, своими возможностями, установили у нее в спальне, прошу прощения, камеру. То есть, получается, что любой какой-то, не знаю, типчик из центра АЭ может позволить себе установить камеру в доме гражданского активиста. Конечно, это хамское жилобство. Я надеюсь, что все будет хорошо. У Анастасии через, по-моему, в течение двух-трех недель значит, суд. Может пожелать и удачу в этом процессе. После задержания как раз Анастасии Шевченко, часть руководителя региональных отделений «Открытой России» покинула территорию страны. Правда это или нет? И как вы это можете прокомментировать? Ну, это не так. У нас есть люди, которые находятся за рубежом. Объективным фактором. Есть люди, которые входят в рукощи органы. Есть те, кто живет в России. Те, кто находятся за рубежом. Под давлением люди иногда уезжают. Но большая часть руководителей органов, конечно, находится Совета «Открытой России», находится в России. А координаторы региональных отделений все находятся в России. Все-таки кто-то уехал? Конечно, были люди, которые уехали, потому что кроме дела под 208... Это испуг? Нет, это не испуг. Или люди как-то... Это не испуг. Это, предположим, если у человека есть две административки, то по этому закону у нас третье, можно без третьей административки сделать уголовное дело уже. То есть те, у кого более 2, и кто чувствовал по разным причинам, что есть высокая вероятность возбуждения дела, те покинули Россию. Безусловно, организация поддерживает давление большому. И как раз прошлый год он был одним из самых тяжелых, когда возбуждались дела, когда сыпался град административок. Мы ответили на это. То есть когда мы устали доказывать, что никакого отношения движения к этой России не имеет к каким-то зарубежным организациям, и поняв, что просто Минюст и прокуратура просто политически не готовы принимать наши аргументы. То есть мы полный пакет предоставляем. Нам говорят, а все равно черное это белое. Мы приняли политическое решение. Мы в марте прошлого года проголосовали, собрали конференцию и проголосовали за ликвидацию движения. С этого момента, по-моему, с 31 марта 2019 года движение открытой России прекратилось существование. Была создана открытая Россия, общественная организация. Была создана в Москве, на улице Петровка. Все учредители организации гражданской федерации, это паспорта мы все сдали в Минюст. Мы провели конференцию открытой России, общественной организации, подали в Минюст. Претензий к открытой России, общественной организации Минюст не имеет. Мы сейчас спорим по вопросу регистрации, но это спор между гражданами Российской Федерации и Минюстом. Никаких претензий по нежелательности у нас нет. То есть нежелательная организация была признана та открытая Россия, которая ликвидирована сейчас фактически? Да, мы с этим не согласны, но чтобы сохранить наших активистов, убрать вопрос претензий, мы ликвидировали то движение. Алексей Навальный в свое время выпустил ролик, в котором фактически заступался за Анастасию Шевченко. А через некоторое время в различных телеграм-каналах появились сведения о возникших трениях между Алексеем Навальным и Михаилом Ходорковским. Так есть ли сейчас конфликт между открытой Россией и ФБК? Ну, я уверен, что Алексей Навальный по-прежнему поддерживает нас и Шевченко, и она признана политзаключенной, и никаких сомнений в этом вопросе у нас нет. У нас есть некие разногласия тактического характера, например, мы выступаем за парламентскую модель, у Алексея по этому поводу отношения, что все-таки надо сохранить систему, которая сейчас, и реформировать ее потом. Вот отношение, грубо говоря, к той России, к которой мы стремимся, оно немножко разное. Но это тактические вещи, с которыми мы работаем. То, что делает Алексей как расследователь, те его политические вещи, в основном, мы разделяем. Как эти вещи, которые, надеюсь, делаем мы, он также относится к этому с интересом. А мне кажется, конфликт появился в момент умного голосования, которое прошло в Москве и в других городах, что там позиции абсолютно вас и у Навального были разные. Не разные, по кандидатам, которые поддерживались, у нас вызывали вопросы, то есть, например, по поддержке того же, например, внука Зюганова, мы не считали его человеком этой позиции. И там было несколько человек в списке, которые поддерживали Алексея, которые у нас были недопустимы, потому что все-таки, кроме тактических целей, должны быть и цели людей, которые... Кто не сомневается, но, насколько я помню, что у него позиция была такая, что надо голосовать за всех только против единой России. Ну, так, если упростить, а у вас именно надо голосовать не за всех, чтобы не быть против единой России, а просто за некоторых людей с вашей точки зрения правильных. Смотрите, там была просто позиция по некоторым людям, которые, ну, скажем так... Я упростил. Да, были округа, где единороссы поддерживали коммунистов. Вот этот момент у нас возникал больше всего. Ну, как хорошо вы голосуете не за тех людей, которые удобны и, как им поверили, внук Зюганова, это у нас оппозиционер? Нет. Нет. И мэрия сама его подталкивала, да, а нам предлагается его поддержать. В этот момент нас очень смущало, да, и мы возникли в дискуссии о методах подбора этих кандидатов, да, на какой базе мы выбираем людей. Вот эта история нас была важна очень. Вот. А в остальном, в общем-то, мы надеемся, что... То есть вы сейчас не соперники, а коллеги, да? Коллеги, идущие в одном направлении, просто параллельными маршрутами. Коллеги в борьбе за наше гражданское общество. Наверное, правильно. Мы правильно публировали, да. В последнее время Юрий Дудь снял несколько неоднозначных фильмов. Бесплатно такие проекты существовать не могут. Выступал ли Михаил Ходорковский в роли спонсора при создании этих фильмов? Нет, не выступал. Не выступал. То есть тогда следующий вопрос. Дудь это проект Ходорковского. Слушайте, я думаю, что правильно спросить с вами Михаила Ходорковского. Я уверен, что нет, да. Здесь как бы я все-таки возглавляю организацию, диктором организации, Михаил Ходорковский основатель этой организации. Но, как есть политические деятельности в рамках этой организации, да, у Михаил Хабаровича есть разные проекты, но... Да, он поддерживает много проектов. Но, насколько я знаю, это не имеет отношения к проектам Ходорковского. 50 миллиардов ЮКОСа. Выплатит ли Россия эти деньги? Тоже, конечно, вопрос немножко из моей сферы. А то еще, как человек, который скорее тоже читает новости и анализирует, я, знаете, как бы, я предполагаю, что придется платить, но придется платить не людям, не государству, там, и избирать, как бы, и жителям, как хоть представить наша страна, которую хотят ограбить, а тем людям, которые реально ограбили. Сечина его команда. И я думаю, что когда будет обращаться в изыскание, скорее всего, это будет направлено непосредственно против компаний и недвижимости тех людей, которые это сделали. Сейчас наше государство активно говорит, что ничего платить не будет, мы ничего не будем, да, должны, но это очень удобно для людей, которые смотрят телевизор. Уже разные люди там, как говорится, одни одно сказали, а другие сделали. 20 лет, 20 лет у нас один человек отвечает на процессы, поэтому здесь... Но по большому счету получается, что если будут платить, то, на ваш взгляд, ну, на ваш взгляд, да, сформулируем это так, все-таки будут платить наши организации какие-то, а не граждане Российской Федерации эти долги. Опять немножко не входит в мою компетенцию, я просто не разбираюсь, но я предполагаю, что будут только исключительные организации, да, никаким образом это не ляжет на плечи избирателей. Самое главное, да, чтобы это не легло на плечи наших граждан, чтобы человек не приехал, например, в посольство России где-то за границей, а там здание взяли и арестовали за долги ЮКОСа. Такого, мне кажется, не может быть точно, да, то есть это как бы, предположим, да, если там у господина Сечина имеется там пара хороших самолетов, пара яхт, ну вот пускай он это переживает, мне кажется. Наверное, это уже проблема господина Сечина. Да, да, когда господин Сечин создал эти проблемы нам, то есть если бы не было вот и грабительского, и грабительского отъема организации, до этого политического проследования акционеров, наверное, бы и суда об этого не было. Эти люди думают, что закрывшись на российской правосудии, они могут спозвольствовать что угодно, вот им доказали, пускай через там, сколько площадь, 16 лет, новую ситуацию не меняется. Андрей, какие планы у вас на будущее? Слушайте, ну вот сейчас, наверное, первоначально, то, что нам наиболее интересно, да, это, конечно же, 2021 год. Мы думаем, что это изменяется, и сейчас вот есть год на то, чтобы подготовиться к выборам Госдума. Я понимаю, что сейчас выглядит ситуация, как будто бы все закрыто, да, как будто шансов нет, но напомним, похоже, что ситуация была приема с Гордуми, казалось, что никто него не пустит, никого не пойдут, а на самом деле надо просто готовиться к ним, надо собирать активных, неравнодушных людей, которые мотивированы на то, чтобы пойти, пойти на выборы, и с ними уже готовиться к Госдуме. Я считаю, что 2021 год для меня ключевая точка, в которой я хотел бы участвовать. Спасибо за беседу. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Очередное чаепитие с печеньками закончилось. Огромное спасибо ресторану Пиноккио за чай, печеньки и очень вкусные блинчики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...